Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах, и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролёт таскать ящики на склад. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Ииии всем привет, с вами Антромер. И ролик с темой заработка на моём канале набрал рекордные 160 тысяч просмотров. И вот, спустя такое большое время, я решил сделать ещё один. Схема заработка в этом видео будет точно такая же. От более лёгких и низкоприбыльных способов, до более сложных и большой выгодой. И да, Дядя Бой, пожалуйста, не списывай точь-в-точь, ведь могут испалить. Ну а перед началом самого ролика, я хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк. Ведь на моём канале будет много подобных роликов. Ну а также не забывай про наш дискорд-сервер, ссылка на него есть в описании. Там ты можешь найти людей, с которыми весело можно провести время. Ну а теперь погнали к самому ролику. Ну и первый такой способ, это ограбление ларьков. Тут вы можете получить от 1000 до 3000 долларов игровой валюты. Способ не самый идеальный, я знаю. Но если вам не хватает пару тысяч долларов на что-то, к примеру, на оружие, то он подойдёт идеально. Ну а если вы прям хотите пофармить, то советую вам погличить эти ларьки. Видео с глючом на эти ларьки вы можете посмотреть по подсказке справа. Слишком долго не гличите, а то будут беды с башкой. Ну а следующий способ у нас, это колесо фортуны. Крутить его можно раз в реальные сутки. Можете также пошимать с выдёргиванием интернета. Это тоже такой некий глич на это колесо. Тут уже можно выбить много денег, а также и опыта для вашего персонажа. Ну и самый главный приз, это транспорт. Каждую неделю он обновляется. Этот транспорт можно выбить и продать за хорошую сумму. И да, рассказываю небольшой лайфхак. Вам нужно, чтобы на стрелочке колеса была майка. То есть, чтобы колесо никто не крутил. Сделать это можно, перейдя в сессию по приглашениям. Далее вы подходите к колесу, нажимаете кнопку взаимодействия. В этот же момент замеряете на секундомере 4 секунды. После чего дёргаете стик, либо нажимаете кнопку. И вам сразу же с первой попытки выпадает машина. Более подробно об этом гличе я расскажу в одном из следующих роликов. Ну а так, если вы что-то не поняли, то можете поискать в ютубе. Ну а далее у нас идут ежедневные испытания. Это очень хороший способ заработка для новичков. Ведь каждый день за выполнение ежедневных испытаний вы будете получать энную сумму денег. А также РП. Но если вы будете выполнять эти задания на протяжении 7 дней, то получите 15 тысяч опыта и 100 тысяч долларов игровой валюты. Ну а если вы прям живёте в этой игре, то на 28 день вы получите 50 тысяч опыта и 500 тысяч долларов игровой валюты. То в сумме получается в районе 1 ляма 700 тысяч. Задания тут довольно-таки простенькие, выполняются где-то минуты за 3. Если у вас есть много свободного времени на протяжении 28 дней, то можете попробовать этот способ. Ну а далее у нас идёт работа босса. Вы просто переходите в меню вашей организации, затем в задание босса. И там выбираете любое задание. Но я вам рекомендую выполнять либо турист, либо налёт с ограблением, либо наёмный убийца. Но я покажу на примере налёт с ограблением. Я вам рекомендую выполнять это всё в одиночной сессии. Потому что мир GTA Online полон всякими трайхардами. Нам просто нужно добраться в точку А, забрать оттуда какую-то вещь и доставить её в точку Б. Занимает это около 5 минут. Тут мы просто зачищаем ангар и забираем чемодан. Далее просто везём этот чемодан в точку Б. Занимает это около 5 минут. Ну вот и всё. Буквально за 5-8 минут я получил 15 тысяч долларов игровой валюты. Также награда может быть и в районе 30 тысяч. Если вам также не хватает какого-то капитала, то этот способ подойдёт для вас. Далее у нас идут испытания на время. Они делятся на два типа. Это обычные, то есть вы берёте вообще любой транспорт и едете из точки А в точку Б за определённое время. Также есть испытания на РС Бандита, как в моём случае. Проходятся они довольно-таки легко. Можете просто пару раз обкатать трассу и уже с третьей попытки у вас всё идеально получится. Если выполнить оба испытания, то можно получить 200 тысяч долларов буквально за 2 минуты. Если вы только зашли в GTA Online и у вас есть более-менее нормальный транспорт, то идите выполняйте испытания на время. Это даст вам хороший начальный капитал. Ну а если испытания на время находятся где-то в горной местности, то я вам советую использовать Санчес. Ну а если просто прямая трасса, то советую вам использовать Бати-801. Ну или Шатору, если у вас хватает капитала. Ну и буквально за минуту я получаю 100 тысяч долларов игровой валюты. И немного RP. Если вы только начинаете играть в GTA, то этот способ идеально подойдёт для вас. Ну а мы идём к следующему способу. Ну а далее у нас идут задания с тройными выплатами. В этих заданиях можно получить около 200 тысяч долларов игровой валюты буквально за один выигрыш. На момент записи ролика с тройными выплатами было противоборство Транспортные войны. Это некий батл-рояль в GTA. Если у вас есть друзья, то за один вечер вы можете нафармить около миллиона. Или даже больше. А если у вас нет друзей, то заходите в мой дискорд-сервер по ссылке в описании. Как я и говорил, там вы можете найти людей, с которыми можно весело провести время. Ну или просто пообщаться. Ну а мы идём к следующему способу. Ну а далее у нас идёт лётная школа. Когда люди только-только заходят в GTA, они не знают про этот способ. А ведь он довольно-таки прибыльный. Лётная школа тут не такая, как в GTA San Andreas. И проходится она минут за 20-30. За каждое задание, если вы будете выполнять его на золотую медаль, то вам будут платить от 500 до 20 тысяч долларов игровой валюты за задание. Зависит это от степени прохождения лётной школы. То есть в начальных заданиях награда будет в районе тысячи. И чем дальше вы проходите, тем больше вам платят. Задания тут очень простые. Например, на истребителе вам нужно сделать мёртвую петлю. Или посадить горящий самолёт. Или посадить вертолёт на грузовик, который в этот момент едет. Одно задание проходится от 1 минуты до 3. Как я и говорил, на выходе в общей сумме мы получаем около 200 тысяч долларов игровой валюты. Ну там 200 с лишним. И также вы хорошо бустанёте свой левел. И сейчас на фоне вы видите одно из заданий. Как я и говорил, проходится это всё довольно-таки просто. И занимает очень мало времени. Если вы также только зашли в эту игру, сразу идите в лётную школу. Это очень хороший способ для вас. И поможет вам накопить на начальную недвижимость. Ну а далее у нас идёт очень интересный способ. Связан он с квестом по поиску серийного убийцы. Ну и по поиску вот этого револьвера. Чтобы начать этот квест, вам нужно найти на карте 5 улик. После чего, гуляя по сельской местности с 7 вечера до 6 утра, рядом с вами заспавнится маньяк. Когда вы его завалите, вы получите вот этот револьвер. И 250 тысяч долларов игровой валюты. Далее нам нужно загасить энное количество NPC. И вы также получите где-то около 200 тысяч долларов игровой валюты. И эксклюзивную награду в RDR 2. А также сам вот этот револьвер. И в общей сумме мы получаем около 500 тысяч долларов игровой валюты. Что является неплохими деньгами в мире GTA Online. Более подробный разбор этого квеста вы можете найти на моем канале. Или по подсказке справа. Ну а далее у нас идут всеми любимые ящики. Я не знаю, почему многие хейтят этот способ. Ведь он является довольно-таки прибыльным. К примеру, накопив всеми предыдущими способами на самый дешевый офис, вы также можете купить самый дешевый склад. Стоит он, если я не ошибаюсь, в 25 тысяч долларов игровой валюты. Или можете взять самый дешевый на максимальное количество мест. Стоит он от 1 миллиона. Далее мы просто начинаем возить в этот склад ящики. Поиграв так в вечерок 2, вы можете забить полностью весь склад. Полный склад ящиков можно продать за 2 с лишним миллиона долларов игровой валюты. И да, советую продавать вам в одиночной сессии. Потому что в GTA Online очень много гриферов. И ведь ваш фарм будет зря. Также при продаже советую вам взять с собой друга. Чтобы продать это всё максимально быстро. После ящиков вы можете начать продавать машины. Но это уже совсем другая история. И да, советую брать сразу по 3 ящика. Ведь они самые дорогие. Если вам позволяет капитал. И да, тут может быть 3 ситуации. Если вам повезло, то все 3 ящика заспавнятся в одном фургоне. Также есть вариант, что заспавнятся в одном фургоне, но будут охраняться. Ну и третий вариант, самый худший, то что они заспавнятся в разных точках города. Таким образом можно накопить на новую машину или на новую недвижимость. Этот способ подойдёт уже более-менее для таких средних игроков. Ну и следующий способ у нас является немного нелегальным. Если быть точнее, то использование всяких гличей. Это немного нечестный заработок, но очень прибыльный. К примеру, вы можете накопировать много дорогих машин. После этого продать их. Тем самым вы получите очень большую сумму. Подобные гличи вы можете найти у меня на канале, они выходят часто. Либо же поискать на ютубе и посмотреть у других. Сразу говорю, что часто использование гличей карается баном. Судя по тому, что Rockstar изменили свою политику. Но я ещё ни одного случая бана не слышал. А так вы можете словить лимит на продажу. Чтобы не словить этот лимит, советую вам продавать по 3 машины в реальные сутки. Ну а далее у нас идёт заработок через мотоклуб. А если быть точнее, то через предприятие. Вы просто в своём мотоклубе садитесь за этот ноутбук. Самый прибыльный склад находится в районе Лама Си. И стоит он в районе 900 тысяч долларов игровой валюты. За 4 часа на этом складе фармится 400 тысяч долларов игровой валюты. При условии продажи в самую дальнюю точку. И да, в районе этих 4 часов этот склад надо пополнять сырьём. Если у вас есть хоть какой-то начальный капитал, то рекомендую этот способ. Далее у нас идёт самое прибыльное вообще, что есть в GTA. Это ограбление. В каждом ограблении есть свои плюсы и минусы. Например, в обычном это ачивка гений преступного мира. За которую вам дают 10 миллионов долларов игровой валюты. Это довольно-таки сложная ачивка, ведь вам нужно пройти все ограбления одной командой на максимальном уровне сложности. Далее у нас идёт менее прибыльное ограбление. Это ограбление казино Даймон. Плюс его в том, что оно очень разнообразное. Его можно пройти любыми способами. Также его можно попробовать забогданить. То есть в конце просто выделяют штекер интернета. Ну а далее у нас идёт верхушка всего заработка в GTA. Это операция Богдан. Для тех, кто в танке, объясняю. В конце операции, в последней катсцене, нам просто нужно выделить штекер интернета. Нам приходят деньги с операцией, и мы можем её повторно начать. Без подготовительных заданий. И таким образом можно фармить, пока вам не надоест. Или пока вы не наберёте нужную вам сумму. Итого за 15 минут мы получаем 1 миллион долларов игровой валюты. Единственный минус этого способа, это то, что вам нужен тут друг. Ну а если у вас нет друга, вы можете найти его в нашем дискорд сервере. Ну и на этом всё. Вот такие способы я сегодня показал. Если я тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропускать подобные ролики. Также не забывай про наш дискорд. Все полезные ссылки есть в описании. С вами был Антромер. Всем пока-пока и удачи.